Пожалуйста, представьтесь и говорите. Представляете, по дві зміни працювали, дві зміни, а ви кажете, кого ви сюди пригласили? Розумієте? Ні? Що б ви на нашому місці сказали, якби ви мали таку пенсію, і голодні, босоногі, по стерні ходив, на Вінниччині родився, босяком. Розумієте? На що ми жили? Ганьба державі, яка до цього привела. Держава? Оце, благодаря вашій партії, ви довели до цього. І ви доведете взагалі. Не знаю до чого. Понимаєте? І ви таке говорите, тому що ви цього не пізнали. Ви розумієте? Щоб ви нас ніколи не поймете. Все, спасибо. Следующий, пожалуйста. Субтюк Олександр Григорьевич, 51 рік стажу, і ще працюю. Партія Регони, я хочу сказати, зараз в церквах моляться, хай нам Бог здоров'я дасть, пережить Донецьку власть. Дальше. І скажіть своєму прем'єрому, хай не вибачиться перед учасниками війни, перед дітьми, перед всім українським народом, яке він сказав ганебне слово, хай не скиглять, беруть лопати і йдуть працювати. Так, учасники війни брали лопати, вони копали окопи, вони копали ями, вони все робили. Ми, діти війни, з п'яти років працюємо і ще зараз маємо в руках лопату. Ще. Ви розумієте, ви сказали слово скиглите, ми не скигли. Весь вже український народ звив після ваших реформ, після добавок до пенсії. Ви мені теж добавили до пенсії 363, але це копійки. І ви говорите, що ви добавили гроші, цей народ український скиглить. Він не скиглить, він виє, тому що жити далі не можна. Задумайтесь. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! А мене до слез тронули Ваши слова, Скрипченко Марина Петровна, коли ви сказали, це ж сидять не ветерані, а діти війни. Мені 70 років через 2 роки. Понимаєте? Кого ви тут зазвали? Кого ви тут зазвали? Я первый раз здесь, первый раз. І голосувала только я сама. Боже, мене ніхто не голосував і не нажимав. Понимаєте? Ви оскорбили до глубини душі, хоча у мене 46 років стажа. Я інженер по образованию. Пенсію маю. Вот таку. На которую не проживеш, на которую не полечешся. А ви оскорбляєте нас сидячих 70-летних. Ви кого собрали? Разве можна так говорить? АПЛОДИСМЕНТЫ Фролова Людмила Владимировна. Я хочу сказать, что мы все глубоко уважаем участников войны. Потому что наши отцы, деды воевали. Мы каждый раз в День Победы, виси знамя, не виси знамя, мы идем и низко кланяемся. И идем с цветами к памятнику славы. И мы подходим и всем воинам кладем гвоздики. Дело же не в этом. Дело в том, что, на самом деле, какая-то элементарная человеческая совесть у тех, кто руководит нашим государством. Как можно прожить на 800... Вот у меня стаж 45 лет. Я проработала в этом кристалле, в котором сейчас эта студия. Проработала экономистом. Что я имею? 800 гривен пенсия у меня. Ни лекарства не купи, ни одень что-то на себя нормальное. В общем, вы должны понять, что здесь не вяженые сидят, а простые украинцы. Я, Валентина Володимировна, хочу обратиться конкретно до Лукьянова и до Чечетова. Что я мушу сделать, как встать перед вами на колено, чтобы вас больше тут никогда не видеть. Как вы можете говорить так? А безстыдники вы? Я тоже провела 40 лет. Я инвалид по онкологии. И мой отец в первых дней загинал там, на войне. Он хочет видеть ваш прапор. Он не хочет видеть этого издевательства от вас над нами. А его не цікавит ваш прапор. Куда хотите его одевайте, наряжайтесь, ходите, гуляйте, пейте в своих коробах. Но не нас не зачипайте, а вы боритесь. Хоть какими хворими вам поможем. Верь нам. И наши внуки в городе помогли, чтобы никогда не видели и не слышали этих дирижеров безграмотных. Потому что только языки не болят. Добрый день, товарищи. Я долго, как говорится, молчал и 70 лет терпел. И вот никто еще до сих пор не сказал такие слова. Например, смотри, когда после войны приходили фронтовики, они были живые. И они сами себе сделали льготы. А те, которые погибли, и им семьям почему-то не сделали льготы. Как это можно было понять? Представьте себе, у кого родители, можно было встроить и на работу, и в институт, куда угодно. А когда у нее четверо-трое детей, попробуйте встроить. Я везде, как говорится, я проработал 46 лет. Был конструктором, изобретателем, все. Почему вы до сих пор, у меня даже изобретение есть, до сих пор, еще с 83-го года, и до сих пор я не могу внедрить. Потому что все спрашивают, расскажи, а я сколько рассказал, 53, 160 я подал, 53 обворовали. Понимаете, плагиатством занимались. Но это же не они виноваты в этом, только они. Ну вот смотри, у меня пенсия называют пенсию, говорят, что такое пенсия? Пенсия называется 700 долларов, а вот у меня до вечно 49,986 копеек. Как вы могли до этого додуматься? У голове не вкладывается. Не могу больше.